Павел Проценко «Откровение любви» во время мировой бойни Историческая Россия в результате крушения ее государственности в 1917 году выпала из общеевропейского процесса переосмысления неправд, так называемой христианской цивилизации. Опыт наших фронтовиков Первой мировой, часто израненных или психологически покалеченных, оказался на родине никому не нужным. Между тем, один неузурядный русский монах, выходец из крестьян, бывший военный священник, пережил на той первой тотальной мировой бойне внутренний переворот. Он переродился как личность. В оставшийся ему отрезок земного пути он в своих делах утверждал правду Христа. Сострадающего, открывавшуюся проповеднику во всей ее пламенной бескомпромиссности. Свои прозрения об этом первозданном христианстве, о его трагедии в мире он сумел записать. И в разгар гражданской войны даже издать небольшую часть своих рукописей. Свидетельство это произвело эффект разорвавшейся бомбы. По понятным причинам на родине его книги ожидало забвение. А на западе их постепенно перевели на основные европейские языки. Теперь, через столетия после их выхода в свет, и наш читатель сможет прикоснуться к пронзительной исповеди бывшего крестьянского сына, ушедшего однажды из дома в поисках истины. Поздной осенью 1916 года в Киеве на Древнем Подоле состоялось знакомство двух необычных людей. Их встречи, скорее всего, происходили и на Волошинской улице, помещении редакции журнала «Христианская мысль». Там же располагался и книжный магазин, принадлежащий редактору, и в доме на Боричевом Току, где жил его издатель. Издатель, редактор, владелец магазина и профессор нравственного богословия в одном лице, экземплярский, принимал у себя архимандрита Спиридона, прибывшего с юго-западного фронта. В самом начале 1915 года архимандрит, согласно собственному прошению, на имя протопресвитера военного и морского духовенства Шавельского, был отправлен на юго-западный фронт военным священником. Идя добровольцем, он хотел понять, как должно относиться христианину к войне и вызываемым ею катаклизмом. В действующей армии он оказался в разгар Карпатской операции, в итоге которой русские войска потеряли около миллиона солдат, убитыми, ранеными и пленными. В мае того же года началось великое отступление русской армии, продолжавшееся почти полгода. В обязанности военного проповедника входило духовное окормление частей, уходящих в бой. В полевой церкви, часто просто на лесной поляне, служилась литургия, в конце которой православные воины причащались, затем произносилось наставление, после чего военные отправлялись на передовую. По приблизительным подсчетам архимандрита, он в общей сложности причастил святыми тайнами около 200 тысяч солдат, затем шедших убивать христиан. Кроме того, он был прикреплен к четырем военным госпиталям в городе Холм, пока его не заняли немцы, к бригаде народного ополчения, к школе прапорщиков и так называемому главному соборному пункту, откуда части направлялись на передовую. По долгу службы у него же ежедневно приходилось сталкиваться с большим числом людей, вырванных из мирной жизни и находящихся перед лицом смерти. Он выслушивал исповеди, ему постоянно изливали свои боли, страхи и переживания солдаты. По сути, крестьяне и крестьянские дети, офицеры, юнкера, бывшие студенты, военные врачи. Он сталкивался с людьми физически и психически покалеченными войной. Однажды, скорее всего в сентябре 1915 года, посещая части ополченской бригады, охранявшей железные дороги юго-западного края, отец перед дом попал под бомбежку. На брюхе немецкого аэроплана был нарисован черный крест, из продольной конечности которого на землю на русских солдат внизу летели смертельные бомбы. Картина убийства, осененного высшим христианским символом, произвела на монаха угнетающее впечатление. Сотрясла до глубины души. Позже он вспоминал. Это был такой момент в моей жизни, когда меня как личности не было. Я как бы в самом ужасе умирал, разрываясь на мельчайшие частички, которые куда-то исчезали, уничтожались, и меня не было, а был один страх и один ужас. Событие-то стало поворотным в дальнейшей судьбе архимандрита. В то время ему было 40 лет. Он понял, что его райская, добрая христианская жизнь окончилась 20 лет назад, когда он фактически вступил в эклир церкви, став псаломщиком. Следующую половину своей жизни он счел потраченной на служение греху. Только сейчас в нем созрела окончательная решимость вернуться к свободе евангельской жизни и уже не отступать от велений совести. Еще несколько лет ушло на то, чтобы прийти в себя и бесповоротно погрузиться в дело христианского служения. Бомбы, сброшенные с немецкого аэроплана, дали архимандриту ответ на большой вопрос о христианском отношении к войне. Все предыдущие впечатления от военных будней мгновенно сложились в одну апокалиптическую картину, раскрывшую для архимандрита ту бездну, в которую попало цивилизованное человечество, позволив себя втянуть в первую мировую бойню. Он также осознал, что последние 20 лет был невольным противником Христа, идя на поводу имперской политики о государствовании религии и церкви. Мировая война как вселенская катастрофа, как глобальный кризис христианства и цивилизации, как ослепление русских и европейцев банальностью зла и соблазном язычества – вот то, что открылось военному священнику в разрывах бомб, а затем в лесном уединении, когда он окидывал внутренним взором свое прошлое и осмыслял причины собственного духовного плена. Он увидел себя в аду, в который пришел добровольно. Этот новый важный опыт невольно делал архимандрита изгоем, поскольку его мысли и чувства входили в противоречие с настроениями подавляющего большинства идейных вождей тогдашнего русского общества. Не только политических и военных начальников, но и партийных активистов различных оттенков, а также деятелей культуры. Картина складывалась парадоксальная. Вокруг себя архимандрит видел океан человеческого горя, отчаяния и потерянности. Бесконечный поток бедствий обрушился на простых людей, находившихся в самом низу социальной лестницы, а также на представителей других, более благополучных классов, оказавшихся на фронте и на делик, столкнувшихся со своей беспомощностью перед массовым насилием. В то же время законодатели общественного мнения, в том числе и руководители церкви, взирали на происходящее с воодушевлением. Им виделось, что война оздоровит Россию и христианскую цивилизацию, и даже преобразит человечество. Архимандрит Спиридон Георгий Степанович Кисляков, рождение 1875 года. Родно было из крестьян Рязанской губернии, из семьи вполне православной и бедной. Духовное напряжение в семье поддерживала очень набожная и добрая мать, а отец был, как все, отличался порой грубостью. Разговор его часто перемешивался с матерщиной. Приметом их село Козинка Скопинского уезда в старину относилось к дворцовым владениям. Здесь не было крепостного права в классическом его виде, и имелись элементы местного самоуправления. Здешние крестьяне в годы детства и юности Георгия получали духовные наставления не только в местном приходе, во имя великомученицы Пороскевы, а и в общении с рядом своих односельчан, ревнителей веры, собиравшихся по домам и читавших Евангелие. Некоторые из них за эту ревность были сочтены церковным начальством неблагонадежными и отправленными в Сибирь. Георгий Кисляков, Егорий, как звали его дома, окончил всего два класса церковно-приходской школы, главным итогом чего стало его пристрастие к чтению. Во многом его религиозную жизнь определяло общение с яркими представителями народного православия, полуеродивыми, а то и просто еродивыми людьми божьими и странниками. В 14 лет, уйдя в Киев, этот русский Иерусалим, он в итоге оказался в Андреевском монастыре на Афоне. Так началось его собственное длительное странничество. Годы жизни монашеской республики, включая нахождение на Афонском подворье в Константинополе, сменяются годами послушничества, в Алтайской духовной миссии, пребывание в Иерусалиме, в Средней Азии, Бухара и Хива, Киргизии. Наконец, в 1903 году, в миссионерском Иргенском стане Забайкальской области, где он служил псаломщиком, его постригают в монахи и вскоре возводят в священный сан. После этого еще четыре года он сопровождает крестный ход по Забайкалью и проповедует среди народа. Со временем, в круг его обязанностей стало входить и духовное попечение от заключенных Читинской тюрьмы, куда его зачислили священником, и Нерчинской каторги. В 1907 году его переводят в юго-западный край империи, нынешняя Украина. Обо всем этом он рассказывает в книге, которую вы, читатель, держите сейчас в руках. Подробный же очерк его жизни, с учетом новых документальных находок, написанный автором этих строк, опубликован в 2017 году. Здесь же необходимо отметить особенности внутреннего облика отца Спиридона, его интеллектуального и психологического типа. С раннего возраста он погружен в гущу народной и религиозной жизни, с ее напряженным исканием правды и воспринимает видимый мир как предверие Царства Божия. В окружающем он всегда видит отражение высшего замысла Творца, пусть часто и искажаемого человеческими страстями и борениями. Молитва для него органичный и важнейший элемент познания. Переживания его всегда глубоки и серьезны. Заповеди Христа он воспринимает как откровение о единственно возможных путях прохождения через лабиринты земного мира. Он плакал во время проповедей и тут же резко облегчал неправду, которая была особенно непримирим. Он много читал, стараясь быть в курсе актуальных проблем, будораживших церковную и светскую общественность. Его волновали личности Льва Толстого, священника Иоанна Кронштадтского и Оригена, ставшего в начале 20-го столетия популярным в интеллектуальных кругах. Представители народного православия всегда привлекали известные современники, производившие на них впечатление своим моральным обликом, учением или жесткой критикой господствующего в обществе положения вещей. Еремонах Спиридон, несмотря на огромный круг своего общения, простонародье, инородцы, инославные, каторжники, военные, собратья по духовному сословию, долго был духовно и интеллектуально одинок. Очень много он понимал как бы на ощупь, интуитивно. Порой путаясь в интеллектуальных формулах и при оценках того или иного явления. Чуткий к фальше и несправедливости, он 20 июля 1914 года, после оглашения высочайшего манифеста о вступлении России в войну, сказал в проповеди, «Пока христиане будут вести войны, до тех пор они не вправе называть себя христианами». И при этом общее мнение среды, патриотические лозунги, ссылки церковного начальства на примеры из жизни святых, известное благословение святым Сергеем Радонежским, монахов, воинов, пересвета и ослябле, заставили его попроситься на фронт. После попадания под бомбы, сброшенной из немецкого аэроплана с крестом, в лесном уединении Спиридон внутренне осознал, что война, в которую Россия попала, как в капкан, есть погибель. Погибель для человека, которого та растаптывает в прах, унижая в нем образ Божий. Война есть пагуба и для всего христианства. Когда-то юноше, он пошел на служение в церковную миссию. Считая, что таким образом откликается на призывы Евангелия к преображению себя и мира. Но оказалось, что пастыри Христовы переначали его заповеди, починив их интересам государства, а затем и собственным частным интересам, часто материального порядка. Причину подобного положения вещей он находил, и здесь не обошлось без книжных знаний, приобретенных самоучкой. В симфонии между империей и церковью, которая еще при римском императоре Константине Великом в 272-337 годах превратировала религию в удобный инструмент для манипулирования людьми. В результате христианство оказалось в порабощении у Синедриона новых фарисеев, то есть христианского духовенства. Так увиделось Архимандриту Спиридону, и он испытывал от этого отчаяние, так как понимал, что сам долгие годы служил лишь интересам своего сословия и кесаря. Он также, как его собратья, низводил евангельское учение на степень государственной политической жизни с ее враждебными интересами против моего возлюбленного Христа. Позже отец Спиридон определил себя как христианского анархиста, а государственных христиан так называл он тех прихожан, кто посещал храмы в силу традиции или из-за боязни перед властью, считал орудиями фарисеев и лицемеров. Несколько лет спустя он писал «Далее и везде ниже курсив». Пастыри Христовы не должны знать абсолютно никакой государственной власти и тем более жертвовать есть своих христиан в качестве солдат. Ибо Христос никакому царю, никаким земным властям не вручал своих христиан. Пастыри Христовы должны быть абсолютно нищелюбивы и бескорыстны. Они, как таковые, ни в каком случае не должны продавать свое священническое пастырское служение и из религии Христа делать монетный двор. С такими чувствами архимандрит приступил к написанию собственной исповеди. Будучи человеком действия, он намеревался отослать ее членам синода, чтобы объяснить им на своем примере, в какой духовной опасности находятся и они, и все другие члены церкви, которые, забыв о любви, заповеданной Христом, угождают лишь законом этого мира и земного государства. О его намерении становится известно церковному начальству, начинаются неприятности. В начале 1916 года в руки любознательного отца Спиридона попадает номер журнала «Христианская мысль», только начавшего выходить в Киеве силами энтузиастов, церковных, но при этом независимых писателей, неподчиненных ведомству церковного исповедания. Имя редактора В.И. Экземплярского ему уже было знакомо по его богословским книгам и публицистическим статьям. Он вступает с ним в переписку. Так состоялось знакомство архимандрита и богослова Василия Экземплярского. К Василию Ильичу и обратился отец Спиридон за помощью в своем подавленном состоянии душевного разброда. Архимандрит и профессор были людьми сердечными и открытыми и вскоре подружились. Именно Василий Ильич помог ему разобраться в себе, в своих настроениях и тяжелых мыслях. Молодежь, с которой в те годы часто общался в христианском студенческом кружке, этот неординарный академический богослов называл его между собой дедушкой. Ему было тогда лишь немногим за сорок, но профессор поражал молодых людей не только глубокими знаниями, но и мудростью. В каком-то смысле он прямой, сухопарый, с тонким лицом и благородной сединой в волосах, с почти невидящими глазами античного мыслителя производил впечатление хранителя животворного знания. Не мертвых сведений из мира древности, но воды живой, который этот неравнодушный человек мог напоить жаждущих. Почитатели воспринимали его чуть ли не как старца. Он не только отечески обласкал опального пастыря, но убедил не обращаться в сенот, а подождать до созыва поместного собора, давно ожидаемого всеми ревнителями православной веры. Ровесник отца Спиридона Экземплярский родился последние дни 1874 года. Он был младшим ребенком в семье известного киевского педагога и священника. Когда сыну исполнилось 9 лет, отец овдовел, вскоре принял монашество с именем Иероним и был возведен в сан епископа. Умер в 1905 году, находясь на Варшавской кафедре. Василий родился почти слепым и в течение первых лет своей жизни подвергся девяти операциям, потом последовали и другие. С 21 года он долгое время страдал воспалением сердца и ничего не мог того, что могут в эти годы. С ранних же лет все силы его были направлены на учебу. После духовной семинарии с отличием окончил Киевскую духовную академию. В 1901 году там же становится приват доцентом кафедры нравственного богословия, а вскоре профессором. Уже накануне Великой Оттепели, увенчавшейся в 1905 году дарованной по воле царя Конституцией, одна за другой начинает выходить богословские и религиозно-философские работы экземплярского, посвященные выяснению того, как различные стороны реальности соотносятся с евангельским учением. Он постоянно отмечает пункты расхождения текущей церковной доктрины с нагорной проповедью. Внешне его богословие традиционно основано на доскональном знании святоотеческого учения, догматов церкви и аскетической практики ее подвижников. Его богословские и религиозно-философские работы пронизаны постоянным поиском пути воплощения христианских истин в жизнь. Не случайно в канун февральской революции Николай Бердяев отмечал в одной из своих программных статей напряженность веры и богословия экземплярского. Московский философ подчеркивал, что в книгах киевского профессора парадоксально сочетается консервативное православие и мощное стремление к церковной свободе и демократизации церкви. Экземплярский считал, что к религиозной свободе должна привести реализация раннего христианского опыта, раскрепощая верующих и тем самым укрепляя их внутренне. Он выступал против смертной казни, ведя полемику с могущественными казенными богословами, оправдывающими ее. Он считал, что исторические условия, когда государство использует церковь, заставили христиан приспособить заповеди своего учителя к требованиям мира, приводя их к отступничеству от принципа веры. Церковь вынуждена благословляет войны, несправедливости, смиряясь с ними, как с неизбежным злом. Но древние учителя благочестия считали иначе, следуя призывам Христа и разрывая с обычаями языческой римской государственности. Экземплярский считал необходимой не только критику социалистического учения, но и умение видеть в его этической проблематике связь с первоначальным христианством, избавление от гнета внешней несправедливости. Социальный вопрос, как много заключено для нашего времени, в одном этом слове писал экземплярский. Сколько людей убеждено, что наша эпоха тем и замечательная, что на первый план жизнь выдвинула социальный вопрос. А чего же толпы людей поверили в этот обман? Спрашивал профессор и отвечал, потому что вокруг себя они не видели примеров христианского поведения, не видели, как христиане делом решают больные вопросы действительности, а если видели, то слишком неброские, робкие, слабые попытки, слишком ограниченным местом, временем, узкими возможностями делателей. Евангелие способно обновить все внутренние цели человека и ведет его не к справедливому механическому общежитию, а к любящему братству отдельных совершенных личностей христиан. Только в таком единении человек может обрести успокоение сердца. Христианство принесло свободу и христианская древность в лице великих учителей церкви неопровержимо свидетельствует, что идея братства людей и на земле исповедовалась всей церковью как радостное достояние христианского сознания. О братстве в церкви мечтал профессор и призывал для этого начинать прямо сейчас с обновления прихода с привлечением мирян к живому участию в приходской жизни, с преодолением отчуждения от церкви ее последователей. С тревогой отмечал экземплярски искаженное развитие отечественной богословской мысли. Нравственное богословие заражено превратным духом. Излагая христианскую доктрину, оно не стремится отразить само идеальное учение, в первую очередь нынешние православные моралисты ставят себе задачу оправдать всеми возможными соображениями разума и всеми возможными текстами слова Божия действительно существующие господствующие порядки жизни. Размышляя христианскому отношению к собственности о возможности на деле соблюдать евангельскую заповедь нестяжания, киевский профессор приходит к грустным открытиям. Произошло страшное недоразумение в отношении к христианству значительной части современного общества, писал Василий Ильич. Всегда христианству было противно и враждебно то направление жизни, которое исходным началом ее делает эгоизм, заботу о себе, служение своим чувственным и себя любивым влечением. Но в одном прежде никто не упрекал христианство в его бесчувственности, в равнодушии к людскому горе и нужде, в потворстве греху. Но теперь эти упреки обычны. Почему же религия любви, христианство, несущая радостную весть свободы, всем униженным и оскорбленным стала восприниматься современниками как враждебная человеку, а церковь защитницей того зла и неправды, какие царят в жизни? Современные проповедники веры неутомимо искажают Евангелие и святоотеческое учение, приспосабливая светлый, милостивый, полный, безграничной любви и ласки образ Христа к нашему несовершенству и нашей неправде. Богословы и апологеты, стремясь оправдать порядки этого мира, сделали Спасителя как бы верховным покровителем вселенской неправды. На фоне такой напряженной творческой работы случилось событие, изменившее внешнюю жизнь профессора. Весной 1912 года его статья «Граф Лев Николаевич Толстой и святитель Иоанн Златоуст в их взгляде на жизненное значение заповедей Христовых» вошла в сборник московского издательства «Путь», посвященный религиозным взглядам великого писателя. Богослов их критиковал, но при этом подчеркивал, что святой Златоуст и яснополянский мыслитель видели в Евангелии не теорию, а руководство к действию в обыденной реальности. Противники экземплярского из числа высокопоставленных церковных бюрократов воспользовались этой публикацией и способствовали его увольнению из Духовной Академии. Этим они не смогли прервать его богословское творчество, но невольно подтолкнули к большей общественной активности. Он становится секретарем, а затем и председателем Киевского религиозно-философского общества, проекту издания «Христианской мысли», вокруг которой затем создалось Содружество единомышленных авторов. Встреча Кислякова с экземплярским принесла большие плоды, во первые архимандрит нашел близких по духовной настроенности людей, которые смогли помочь ему сформулировать идеи, давно им ощущавшиеся как насущные. Более того, вскоре Василий Ильич помог ему обрести дело всей жизни. Поняв всю необычность личности старца Спиридона, редактор «Христианской мысли» уговорил его надиктовать воспоминания. Публикация их началась в февральском номере журнала за 1917 год. В этих воспоминаниях, отмечал во вступлении экземплярский, выступает перед нами живая жизнь нашей Родины. Большевистский переворот на севере вызвал мятеж и в Киеве. Журнал вынужденно перестал выходить в свет. Но в последнем 12-м номере было объявлено о предполагаемых публикациях на следующий 1918 год. Редакция сообщала читателям, что продолжит печатать мемуары Архимандрита Спиридона. Указывалось, что в случае окончания мировой войны будет выпущена отдельная книга его же «Исповедь священника перед церковью», посвященная преимущественно описанию церковной работы на нашем Юго-Западном фронте со всем ужасом раздвоения христианского сознания священника-проповедника. Публикация отрывков мемуаров отца Спиридона, несмотря на то, что проходила в исключительных условиях между февралем и октябрем 1917 года и надвигающейся гражданской войной, была замечена читающей публикой. В далеком Нижнем Новгороде 30-летний иеромонах Варнава Беляев, аскет и будущий епископ, делал из из них выписки и использовал в своей работе как важное историческое свидетельство религиозного опыта современных подвижников. На записки русского миссионера обращает внимание сотрудник французской военной миссии в России католик, а вскоре и надолго христианский большевик Пьер Паскаль. Значительно позже он переведет их на французский язык и издаст в Париже. В августе в Москве начал свои заседания Всероссийский Православный Собор. Осенью на нем избирается Патриарх. Наконец-то Архимандрит смог послать на его имя свою наиболевшую исповедь. Он просил Патриарха ознакомиться с ней и зачитать членам Собора, надеясь, что те смогут выработать необходимое решение больных вопросов, поднимаемых автором. Примечательно, что Архимандрит отослал свой текст после того, как этот шаг был одобрен Василием Ильичем. Не исключено, что при всей своей многоопытности и искушенности в вопросах церковной политики профессор все же надеялся на идеальное развитие событий, на какой-то отклик, ведь там затрагивались взрывоопасные для всей церкви проблемы. Однако патриарх Тихон решил не зачитывать обращение военного монаха проповедника, понимая расстановку сил среди соборян и господствующие среди них настроения. Текст исповеди поначалу просто переслали в Херсонскую епархию, в которой формально числился архимандрит. Позже в письме к экземплярскому патриарх передал свои пожелания архимандриту. Благословляя его трудиться и быть полезным в Церкви Христовой. Все эти события заставили отца Спиридона вовсе уйти из военного ведомства. В это же время его новые киевские друзья предложили ему принять участие в их давно вынашиваем церковно-общественном проекте. Экземплярски и его единомышленники решили организовать общину нового типа, в которой новозаветные принципы будут осуществляться без компромиссов и в соответствии с духом апостольской эпохи и святоотеческих принципов. 8 октября 1917 года организационно оформилось Братство Иисуса Сладчайшего. Лучшего кандидата на пастырское руководство общины, чем отец Спиридон, трудно было представить. Его назначают председателем Братства. С этого момента архимандрит словно пробуждается к новой жизни. Братство поначалу возникло на основе небольшого кружка культурных людей, собравшегося вокруг редакции христианской мысли и религиозно-философского общества. Из этого кружка отец Спиридон получил в частности активную помощницу Ольгу Парахаско, социалистку и талантливую христианскую писательницу. Один из членов РФО настоятель Железной церкви на Галецком базаре, отец Евгений Капралов дал архимандриту возможность проповедовать в своем храме и заниматься миссионерством в приходе. Вскоре к тому стали обращаться за духовной помощью железнодорожники члены их семей, жившие в этом районе. И уже в 1918 году неожиданно для всех бывший военный священник оказался во главе многотысячной активной рабочей паствы. Ближайший друг пастыря впоследствии на допросе в ОГПУ 23.02.1931 так описывал состав его новой общины «Братство Иисуса Сладчайшего состояло из лиц принадлежащих к всевозможным христианским исповеданиям. Здесь встречались и представители разных сект – евангелисты, баптисты и даже католики. Преимущественно состояло братство из рабочих и их семей. Архимандрит смог теперь направлять жизнь братства в соответствии с ценностями бескорыстного негосударственного христианства. Он, так же, как и экземплярский с его ближайшими друзьями, понимал, что только усвоение этих вечных начал является залогом возможного внуховного возрождения России и всего мира. В понимании отца Спиридона отступлением от ценности Евангелия стала практика государственной церкви, в которой веками совершалась торговля святыней, превращенной в товар. В исторической церкви подлинный Христос заменен Христом мира сего. Заветы Царства Божьего вытеснены предписаниями духовного ведомства. Искренний порыв веры заглушен лицемерием. Страшно то, что церковные фарисеи столь духовно бесчувственны, что во все времена оправдывают насилие и войны, развязываемые светской властью. Они всегда стоят укормила власти в церкви, выводя христиану в сторону от истин, провозглашенных новым заветом. К началу XX века в России медленно начинались процессы духовного оздоровления. В частности, среди духовенства и верующих появились группы ревнителей веры, понимающих, что церкви нужно избавиться от засилия бездушной консисторской бюрократии. Но в августе 1914 года подавляющее большинство этих энтузиастов не нашли ничего лучшего, как благословлять своими молитвами и призывами начавшуюся войну, как войну истинной духовности против ложных начал западной цивилизации. Прежде всего подразумевалась цивилизация германская. Все годы мировой войны они проповедовали солдатам необходимость умирать на фронтах за Святую Русь. Такое современное христианство отец Спиридон считал холодным и бездушным. Уже с конца 1917 года Архимандрит организует в Киеве широкое социальное благотворительное движение. Его паства всю гражданскую войну помогает нищим, пленным, заключенным, голодным, холодным, больным, и опустившимся людям. Подобная деятельность продолжалась все 1920-е годы и в 1930-м году была оборвана лишь смертью пастыря и арестом его ближайших последователей. Перед большевистским переворотом Архимандрит знакомится у Василия Ильича со студентом Киевского университета религиозным писателем Анатолием Жураковским, также вернувшимся с фронта. Они подружились. Впоследствии молодой человек примет священный сан, организует свою общину в дружественную братство. Вместе с отцом Спиридоном они особенное значение придавали работе с детьми, с беспризорниками, толпы которых из самых разных общественных слоев появились на улицах с началом крушения имперской государственности и братоубийственной войны. Два друга регулярно стали посещать чайную общество трезвости на углу Златоустовской улицы и Галецкой площади, пристанище босяков и потерянных людей. Здесь архимандрит служил молебны об исцелении заблудших алкоголиков, а несколько активных и блестяще образованных женщин благовестниц. Каждую неделю организовывали там встречи с детьми, где последние сами произносили начиная с семилетнего возраста проповеди на евангельские темы. На службы к архимандриту стекалось множество людей, так что вынужденной особенностью этих служб стала общая исповедь сотен прихожан выслушать каждого из которых отец Спиридон был не в силах. Он обращался ко всем в церкви с призывом вслух называть свои грехи. Очевидцы рассказывали, как из разных мест толпы раздавались голоса с признанием в смертных грехах. Кто-то открыто каялся в убийстве, а то и не одном. Кто-то признавался в воровстве, клевете, супружеской измене и тому подобное. Все это наэлектризовывало обстановку, заставляя присутствующих порой кардинально изменять свои закоренелые привычки и сердечный настрой. Несмотря на покровительство украинской власти при Гетьмане Скоропадском, в 1918 году архимандрит и христианские демократы, группировавшиеся вокруг экземплярского, сталкивались с ожесточенным противодействием нового киевского митрополита Антония Храповицкого. На московском соборе он чуть было не стал патриархом, набрав большинство голосов, лишь жребий, вытянутые старцем Алексеем Засимовским, указал на Тихона. Оказавшись на киевской кафедре, владыка стал управлять украинской церковью по старинке, когда во главу угла ставили отказ от любых перемен и утверждали верность сложившейся практике. Для него стиль служения архимандрита, его открытость к людям являлись признаками если не смутьянства, то хлыстовства. Он наложил на монаха епитимью и возбудил против того внутрицерковный судебный процесс. Вскоре митрополита арестовали петлюровцы и увезли в Галицию. Почти через год он вновь вернулся с частями белых, потом отбыл на юг России. Все это время при белых и красных в велотекущем режиме продолжалось церковное следствие над отцом Спиридоном. Закончилось лишь в 1923 году вынесением ему формального порицания святейшим Тихоном при одновременном неформальном поощрении. Патриарх передал харизматичному монаху свой фотопортрет с краткой надписью «Архимандриту Спиридону на память». Отбиваясь от натиска начальства Архимандрит в 1918 пишет окончательную редакцию «Исповеди священника перед церковью» и в следующем году издает ее отдельной книгой. Она выходит при втором воцарении в Киеве большевиков скорее всего летом. Весна и лето 1919 года были страшным временем показательных массовых расстрелов представителей чуждых классов. На отца Спиридона священника рабочих пока не трогали. Он продолжал служить в своем стиле, не прекращая широкой социальной и просветительской работы. Экземплярски в канун 1918 года в обращении к читателям христианской мысли высказал убеждение, что уже близок час духовного пробуждения народа, тоски по Богу и искания его правды. Задача всех церковных людей сделать все возможное, чтобы утолить эту жажду духовную. Архимандрит Спиридон считал Василия Ильича своим отцом во Христе и, конечно, стремился осуществить на деле их общее упование. Изданием своей исповеди Архимандрит хотел показать причины своего протеста против господствовавших церкви нравов, которые приводили ее к параличу, отрывая от источников духовной энергии. После выхода книги многие читатели его поддержали, но многие испытали смятение, если не возмущение. В 1920-м он издал еще одну свою книгу «Царь христианский», в которой в форме притчи описывал губительность для христиан стремления руководствоваться в своих поступках государственными задачами, патриотизмом или еще какой-либо идеологией, отодвигая на задний план заповеди Нового Завета. Священник и экстраординарный профессор Киевской Духовной Академии Алексей Чекановский в близком будущем обновленческий архиерей, перешедший на службу в Просоветскую Церковь. Во внутренней рецензии на исповедь архимандрита подчеркивал, что эта книга в основном представляет собой автобиографию автора, пересыпанную критикой церковно-практической и общественно-государственной жизни христиан. Таких книг читал рецензент. Очень много появилось за последнее время. Мировая война, февральская революция и большевистский переворот, гражданская междоусобица, смертельные эпидемии, голод, разруха, бесконечные смерти и деформации привычных реалий и понятий, все это привело к взрывному появлению и лавинообразному разрастанию в обществе многочисленных групп, кружков, течений, от художественных и философских до эзотерических и квазирелигиозных. Писатель Илья Эренбург, оказавшийся в Киеве тех дней, вспоминал, то была эпоха проектов. Кажется, во всех учреждениях Киева седовласые чудаки и молодые энтузиасты разрабатывали проекты райской жизни на земле. Толстовцы, вегетарианцы, теософы, скифы, чуликовцы, анархисты разных оттенков и прочее. Их адепты критиковали старый миропорядок, старую церковь, религию, социальные порядки, как начало, помогавшие господствующим классам порабощать человека. Все они так или иначе заботились освобождением человечества, оснащением его новым прогрессивным учением, духовным и социальным перевоспитанием для грядущего светлого завтра. В массовом масштабе по городам и весям распространялись типографские листки, брошюры и плакаты, в которых православное духовенство изображалось предателями учений Христа. Подобные агитационные материалы возлагали на церковь и ее служителей ответственность за пороки капитализма, за кровавую мировую войну и земную неправду, за обнищание масс. Попы духовной власти изображались местилищем пороков и лицемерия. Они же объявлялись тормозом прогресса и развития в сторону утопического всеобщего счастья. Хелиостические ожидания социалистов всех мастей, их разнообразные идеологические построения и практики, воплощенные в частности в жизни коммун, где экспериментировали не только с экономическим укладом, сексуальным поведением, но и с природой человека, являются тем историческим фоном, на котором появились книги Архимандрита Спиридона. Широко распространившиеся в конце Первой мировой войны антивоенные настроения диктовали творческой российской интеллигенции революционный образ другого, якобы не лживого мира, мира, освобожденного от вранья и двоемыслия. Когда футурист Владимир Маяковский писал в конце декабря 1916 года, обращаясь к ветхим мещанам о том, что привычного доброго Рождества больше не будет, он отталкивался от всеобщего ужаса войны с ее кровавой трезной. Важнейший праздник христианского человечества не состоится потому, что несовместимы радость и будничные убийства. Массовые убийства, освященные государствами и санкционированной церковью, отменяют весь привычный мировой порядок, включая религию и устаревшую нравственность. Отменяют беспримерным количеством убитых на фронтах ни за что. Ваш брат теперь безрукий мученик идет сияющий в воротах рая Маяковский из стихотворения Хвои 1916 год. По метафорической мысли поэта кровь братьев пролитая напрасно не дает права прежним учителям человечества проповедовать христианские заповеди и морочить ими умы людские. Здесь художник слова превращается в агитатора и утверждает, что на смену прежнему грядет новое Рождество. Он не проясняет, чье же рождение станет основой будущего праздника, но ясно, что это будет явление уже антихристианского порядка и невиданной морали. Странствующий монах с обостренной чуткой душой Архимандрит Спиридон лишь отчасти мыслил и действовал в русле этого общего потока морального, психологического и социального протеста, вызванного войной и революциями. Ведь он издавна, с ранних лет был непримирим ко всякому проявлению духовного фарисейства, омертвляющему истоки личной веры. От современных мечтателей и утопистов его отличала глубокая убежденность в том, что перемена внутреннего устроения человека зависит не от схоластических конструкций идеологий, а от духовного непрекращающегося стремления к свободе, к свободе утверждения человечности и добра. Разница между его частным индивидуальным протестом и общим восстанием творцов культуры против обветшавшей церковной, буржуазной морали принципиально. Архимандрит был глубоко убежден, он просто знал, что когда верующий живет по закону Царства Христа, тогда отбросив любые подмены, пришедшие как изнутри церкви, так и извне, погружаются в иное бытие. Он сердечно разделял убеждения своих киевских друзей богословов о необходимости удаления из церковного организма всякого бюрократизма во имя торжества соборной евангельской демократии. Дух свободы всегда приведет верных Христу в его Царство, где все пронизано братством и милосердием. Профессор Василий Экземплярский постоянно напоминал ближним о пророчестве Иоанна Богослова, о неизбежном конце времен и последнем страшном гонении на верных. Василий Ильич считал, что это новое и величайшее гонение настанет в тот момент, когда церковь перестанет угождать властителям земли и вступит в борьбу со злом. Этот момент внезапно для всех настал в 1917 году. Братство Иисуса Слочайшего, ведомое отцом Спиридоном, утверждало в Киеве времен апокалиптических нескованное внешним догматизмом чистое братолюбивое христианство. Его община действовала среди киевского пролетариата, очень быстро попавшего в тиски тирании, еще худше, чем при прежнем режиме, исплотившегося вокруг своего пастыря с полным пониманием того, какой жизни насущность стремится, жизни основаны на нагорной проповеди, а не на учении революционеров. Среди культурных слоев киевского общества действовала другая, дружественная братство Иисуса сладчайшего, община священника Анатолия Жураковского. Всем им помогал, пока был в силах Василий экземплярский, кружок его соратников. Это был духовный, как сказали бы сейчас, проект по осуществлению в нашей истории незамутненного, самоотверженного православия. Свобода по вере участников этого эксперимента, соединенная с постоянным, неустанным откликом на призывы Христа, только одна способна преобразить Родину. Конечно, путь духовной свободы оказался предельно тернистым. В июле 1927 года тогдашнее временное руководство Российско-Православной Церкви признало в напечатанном в правительственных известиях своеобразном манифесте декларации советскую власть как установленную свыше и призвало всех своих последователей стать лояльными гражданами СССР, поддерживая власть во всех ее начинаниях. Таким образом, страдавшие за веру узники были признаны церковным начальством уголовными преступниками. Архимандрид Спиридон отказался признать этот призыв христианским по существу и со своей общины ушел к тем православным епископам, которые не сочли возможным играть в политические игры с новой властью. Движение это стало называться Иосифлянским по имени митрополита Ленинградского Иосифа Петровых 1872-1937 годов. Отец Спиридон продолжал совершать то, что делал все годы, начиная с образования братства. Проповедь, исповедь, широкая благотворительность, поддержка слабых и больных. Но даже среди киевских Иосифлян нашлась и в это время группа духовенства, которая вдруг припомнила монаху его сектантскую исповедь, его богослужение с необычным чтением слух тайных молитв. По-видимому, эта пробудившаяся вражда была тайно спровоцирована кураторами религиозных дел из АГПУ. Ложебратья стала писать доносы епископам уже катакомбной, а особо преследуемой церкви. В результате на архимандрита вновь наложили эпитемью в виде запрета служить превышенным для него образом. Он собрался ехать в ссылку к митрополиту Иосифу и оспорить несправедливое решение, но не успел. Последние годы архимандрит тяжело болел сердечной недостаточностью. Волнение, вызванные новой тяжбой церковной бюрократии, ускорили развязку. 11 сентября 1930 года он скончался. Перед смертью ему было видение о скором разгроме его христианского дела, аресте и последующих длительных мучениях в заключении его друга, священника Анатолия Жураковского, арестованного через месяц после кончины отца Спиридона на покров 1930 года и расстрелянного в 1937 года. На похороны архимандрита собрались тысячи людей. Гроб несли нищие, было много детей, а похоронная процессия растянулась на несколько километров. В проповеди, сказанной после погребения на Соломенском кладбище, отец Анатолий в немногих словах очертил существо дела, которому посвятил себя умерший. Кавычки открыты. Наличная церковная действительность не удовлетворяла его. Он хотел найти путь, который состоял в том, чтобы собрать верных в единое тело и научить деятельной любви друг к другу и всем скорбящим, обремененным и нуждающимся. Он возродил древний церковный идеал, как не ужасны были условия, при которых проходило его служение. Он показал и верующим, и неверующим образ церкви, как чего-то такого, что создано силой, которая сеет любовь, мир, свет и блаженство. Кавычки закрыты. Почитатель Христа и его неотмирного царства, страстный пропотивник войны, обличитель всякого рода фальши и лжи, архимандрит Спиридон оставил бесценные свидетельства о старой православной России кануна ее нисхождения в ад социальной утопии. В своих книгах он показал проекцию другой, тайной, внутренней, напряженной жизни, которая билась в российских просторах и сердцах, переливаясь радугой небесных красок и отражений. Неожиданно для себя, да и для нас, до сих пор лишенных полноты знаний о собственной истории, он оказался творцом нового, авангардного православия, всегда стремящегося к источнику целительного слова и сострадания ко всякому тоскующему о царстве справедливости на нашей грешной земле. ЛИРИЧЕСКАЯ ЛИРИЧЕСКАЯ